Всем привет! Для любителей музыки группы The Doors я разговариваю. Я сам отчасти любитель музыки группы The Doors, но количество любителей музыки группы The Doors так огромно в нашей стране что это уже третий ролик я записываю про группу The Doors и буду еще записывать потому что ну и и мне нравится эта музыка и многим нравится поэтому пусть будет много роликов про The Doors ничего страшного вот эту пластинку я очень люблю она у меня в двух видах даже есть the way woman в таком виде в нормальном правда с распродажи что заметно вот по этому знаку ну а что мне распродажа я на распродаже такое видел я когда первый раз оказался в америке не помню в каком году в 90-м по моему я там на распродаже и давида боевой покупал и джет ротал я покупал на распродаже к распродаже качество музыки не имеет отношения вообще это имеет отношение к конкретному данному магазину у которого свои финансовые проблемы каким-нибудь еще проблемам которые с музыкой вообще никак не связаны rock island я помню купил на распродаже обоу и не помню какого уже даже тоже и вот в таком виде у меня есть эта пластинка в виде сорока пяток записана на 45 оборотов очень хорошо звучит сказать но правда неудобно приходится переставлять в силу того что на пластинка скажем на одной стороне три песни на другой две песни ну и на втором диске тоже на одной стороне три песни на другой 2 всем надо переставлять перекручивать на смысле перекручивать если переставлять но зато звучит хорошо ну и выглядит мощно 71 год кроме the doors играют джерри шиф на бас-гитаре бас-гитарист который играл контрабасист и бас-гитарист который играл с эллисом пресли что ощутимо здесь кстати говоря в некоторых песнях очень явно например в песне эллии вуман эллии вуман и америка для америка но в эллии вуман гораздо больше ощутимо потому что он у него манера вот это вот аккомпанировать музыки которые исполняет эллис пресли и у него пошло очень четко понятно что партия придумана все-таки музыкантами совместно но он ее играет божественно прямо так и не как машина а со свингом внутри у него все это он такой вот прямо эллис пресли дух там где-то возникает когда начнешь внимательно слушать партию бас-гитары особенно в такой там бриджик эллии вуман в серединке такое затихание и бас-гитара выходит такими круглыми шарами на первый план почему-то продюсировали они сами эту пластинку но там с привлечением других героев брюса ботника например но брюс ботник это такая фигура очень интересная на самом деле по-своему пол ротшильд ушел я потом скажу почему но бас тут выперся так вперед волой вуман да и вообще везде америка тоже там хватает этого удовольствия но пол ротшильд ротшильд ушел почему из группа ротшильд он он был почти как джордж мартин для битлз ротшильд был для doors очень много хорошего сделал для звука для всего но группу замучил своим перфекционизмом поэтому пластинки doors так и звучат качественно в смысле игры в смысле записи в смысле продюсирования прям такой плотняк несмотря на то что музыка на первых альбомов альбомов достаточно такая психоделически все-таки психоделически написанная и исполнялась в разном состоянии сознания во всяком случае морисом морисоном но все сделано как надо спасибо полу ротшильду за это но здесь во первых у морисона уже не то чтобы не было голоса голос был совсем другой голову стал ниже значительно что слышно отчетливо совершенно на этом альбоме не совершенно не так поет как на предыдущих всех историях и даже на морисон отель уже такой переходный период у него с голосом уже явные там проблемы хотя все спето здорово но такое напряжение чувствуется а здесь напряжение уже нет напряжение уже просто не в силу того что он раз и взял ниже просто тембр тембур у него стал такой глубокий низкий приближающийся к басу уже где-то местами вместо баритона нормального хорошего ну такой он так бац так планочка съехала у него и пошел при этом он был в общем достаточно измучен уже и и уста уста уставший и и и и тяжело ему было все они записали несколько песен они в смысле группа doors в ротшильд послушал сказал что песню полная вообще чушь ужасно все морисон поет уже не так они поругались и он ушел из группы ротшильд при этом музыканты потом я читал что музыканты страшно развеселились страшно обрадовались что мамочка ушла мы теперь можем делать все что хотим вот это вот черная туча которая над ними висела и заставляла их работать до седьмого пота она ушла и все теперь играйте как хотите вай класс будем играть как хотим и получился блестящий совершенно альбом блестящий не похожий на все предыдущие записи doors ну я люблю блюз просто так называемый психиатрическую музыку тоже люблю на блюз я очень сильно люблю и это на мой взгляд какой-то такой хэви-метал блюз как есть а есть такая пластинка бибоб хэви-метал но это другие люди другие артисты бейкер брадос а это на мой взгляд такой хард-рок блюз хэви-метал блюз почти настолько громко настолько местами тяжело и и и пробивает просто все как как дождь так не звучали никогда как здесь как на этом альбоме но и он весь конечно на блюзе и выстроен за небольшими исключениями в этом для меня большой кайф очень классно все сыграно легко и как я читал там про это что писали они вообще в одной комнате вместо роскошных студийных условий ну так решили такой полу джем устроить джем не джем все все по партиям расписано все четко сыграно все отлично морисон пел конечно когда писали голос пел отдельно в другом месте там чуть ли не в ванной где-то как в каком-то специальным отдельным пригодным для этого помещение куда поставили микрофон а в фильме по моему вообще кто чуть ли не в туалете поет там если ну я не помню а фильм сто лет назад смотрел ну короче говоря атмосфера здесь совершенно такая живая живяк и особенно это прослеживается в первой песне в этой самой первой песне это очень хорошо слышно потому что там миллион посторонних звуков особенно ближе к концу просто миллион другое дело что в финале там такой такой крик он осознанно записан но помимо этого крика там просто то что называется грязи студийный вот так вот просто полно и в этом есть к ну во первых очень плохо слышно эту грязь это надо специально прислушиваться но она создает ощущение такого живого выступления абсолютно живой живой записи музыканты собрались и вживую записали такой громоподобный около маршевой какой-то блюз сразу с глиссанда на фортепиано и понеслось просто бум такая мощь такой силы лохомедли следующее тэн 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 и пошли опять 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 пошло фортепиано опять пошло просто такое разнузданное какое-то веселье но очень четко все структурировано сыграно все слажено слеплено все по партиям но веселуха бешеная абсолютно лохомедли а вот бендаун салонг песня она опровергает мнение критиков которые гласит о том что дорс ушли от своей ранней психоделии и стали играть рок и блюз в бендаун салонг кригер наиграл такого на слайде что у меня я начинаю хохотать когда я слушаю игру кригера здесь причем хохотать не от того что как-то по-дурацки сыграно хохотать от восторга потому что он накрутил там столько гитарных партий столько слайдов так все это перемешано так все это неожиданно так и так этого много всего но это много она не душит не давит и не хочется сказать что это очень много зачем так много наиграла хоть сказать игра еще еще это класс нифига себе такую просто безумие вот что значит отсутствие папы ротшильда и мамы ротшильда я думаю что он бы подрезал эти все гитарные безумия безумства кригера но они настолько кайфовы так так вот это вот настоящая психоделия настоящий полет сознания просто полный кайф каркас и his by my window ну известно что и моррисон здесь дал джазу своим голосом своим фальцетом который у него стал тоже низким таким низким фальцетом напел вокализы то ли за губную гармошку то ли за саксофон то ли за гитару непонятно за что но очень хорошая таинственно медленная песня а вот la woman конечно уже класс вот с этим самым круглым басом про которые я говорил пошла куда почему говорят что ушла психоделия вот она живая здесь la woman вот это вот шаманство длинная на почти восемь минут вот это шаманство такое завораживающее и для америка за ней следующее туда же просто с непонятным каким-то таким гитарным но как и la woman начинается с гитарного какого-то безобразного звука совершенно таинственного какого-то привет привет сиду бара ту как какие-то такие гитарные гитарные чудеса la america с адского неслушабельного какого-то рифа гитарного такого который потом становится слушабельным к нему привыкаешь уже в середине первого такта и все нормально вот но это просто здравствуйте вот это самая та самая психоделия есть шаманство и и полеты сознания воспаление духа и все очень зверски низким голосом пропетов со злобой с такой гиацинт хаос единственная песня который мне здесь не нравится но она короткая сравнительно поэтому она проскакивает и не портит впечатление никакого crown king snake песня джона ли хукера которая не похожа на джона ли хукера но очень хорошо вот тот самый металлический блюз абсолютно причем похоже на знаете на что похоже на британский белый блюз как раз вся эта история несмотря на то что это для америка как мы тут читаем да и элла и гуман очень похоже на британский белый блюз тяжелый на какой-нибудь тоже вот собой браун или в эту сторону почему-то а вот the wasp следующий номер он как раз в десять раз больше похож на джона ли хукера чем песня джона ли хукера краулинг кинг снэйк до вас потом морисон как известно читает свою поэму кусочки из из этой поэмы и идет речитатив чисто в стиле джона ли хукера под блюзовый риф нормальный человеческий и когда говорят что там есть песня джона ли хукера сразу хочется сказать что наверно это the wasp хотя это известная краулинг кинг снэйк это известная вещь очень джон или но тем не менее по манере по подачи the wasp куда ближе туда к чикаго к этому зачаточному рэпу джон ли хукер вообще отец рэпа да если что если если кто-то будет спрашивать ну а riders on the storm всем понятно и почему так почему критики говорят что они ушли от психоделии на этом альбоме это чистое просто уже это дни не не ушли а это возврат уже к самым корням riders on the storm очень хорошая песня в меру короткая всего семь минут с небольшим нормально не устаешь очень все здорово морисон не дождался сведения материала он спел и уехал в париж настолько он был измотан настолько он устал и настолько ему было плохо и не вернулся а ротшильд когда уходил когда послушал записи сделанной группой предназначенные для альбома он сказал что потому какой от морисон я думаю что это последний альбом с морисоном последний альбом вашей группы никто не знал что морисон умрет но так случилось однако музыкант жив до тех пор пока мы слушаем его музыку или гуман додорс пошел пить